This conference will now be recorded. ...в этот курс с вами чуть-чуть поподробнее обсудить. Это тема, которая называется «Как оценить состояние жесткого диска при помощи технологии Smart?». Ну, я думаю, что многие из вас не в первый раз вот на такие семинары, проводимые в нашем центре, подключаетесь. Может быть, кто-то из вас уже и на каких-то моих семинарах был. Значит, я являюсь ведущим специалистом Центра компьютерного обучения по направлению настройка и ремонт компьютера специалист Helpdesk. В это направление у нас в центре входит достаточно большое количество различных курсов. Все это направление служит для подготовки опытного пользователя компьютера, опытного пользователя компьютера, который самостоятельно без обращения в какие-то специальные службы, без обращения к каким-то специалистам, может самостоятельно обеспечивать работоспособность своего компьютера. То есть поддерживать и обеспечивать работоспособность как программного обеспечения функционирующего на его компьютере, так и, соответственно, поддерживать и обеспечивать работоспособность выполнять какой-то ремонт технических средств компьютера. Ну, как я сказал, что в это направление входит достаточно большое количество курсов, начиная от курсов, связанных, собственно, с поддержкой работоспособности программного обеспечения. Это два таких начальных курса. Настройка компьютера от покупки до восстановления. Базовые возможности. Сейчас так эти курсы стали называться. Расширенные возможности на этих курсах. И, собственно, занимаемся установкой операционной системы. Выполняем какие-то действия, связанные с продлением ее работоспособности, обеспечением ее безопасности и так далее. Вот такие два начальных курса. И основным курсом нашего направления является курс технического обслуживания и ремонта компьютера. Так называемый ТОР. Как я уже сказал, предназначен для опытных пользователей, для самодостаточных пользователей, которые могут восстанавливать и поддерживать работоспособность компьютера, не прибегая к услугам каких-то сторонних специалистов. Ну, смотрите, я считаю, что вот эти сведения, эти умения, которые на нашем курсе, на нашем направлении даются, это действительно, ну, можно сказать, знаете, так частично базовая компьютерная подготовка. Каждый пользователь, я считаю, я так считаю, можно с этим не соглашаться, каждый пользователь, опытный пользователь, самый достаточный, должен уметь обеспечивать работоспособность своего устройства, своего компьютера. Поэтому я говорю, что это опытный пользователь, а если пользователь настолько опытен, что он может обеспечивать работоспособность с компьютера своего, почему бы ему не устроиться или, например, он, соответственно, имеет возможность устроиться в какую-то фирму, в технический отдел этой фирмы и, соответственно, заниматься уже обеспечением работоспособности компьютеров, сотрудников этой фирмы. То есть стать специалистом хеллдеск, ну, по сути, техник по обслуживанию, техник по обслуживанию компьютера на рабочем месте. Курс технического обслуживания и ремонта, как вот основной курс этого направления, он состоит из 48, включает в себя 48 академических часов занятий, причем из этих 48 часов 16 часов, к сожалению, коллеги, не очень много, но тем не менее 16 академических часов всего лишь выделяется на теоретическую часть. То есть мы, преподаватели, за 16 академических часов должны рассказать вам о работе компьютера электронной вычислительной машины, как вы понимаете, не очень такое простое устройство, но тем не менее основные сведения для того, чтобы вы в дальнейшем могли хорошо разбираться в технических средствах и выполнять ремонт и замену, на этих 16 академических часов вы получаете. То есть об основных устройствах компьютера, об их технических характеристиках, об их возможностях, о том, как они настраиваются, как, собственно, имея определенный набор технических средств, добиться от них максимальной производительности, максимальной вычислительной мощности. Об этом, обо всем мы вот на этих теоретических 16 академических часах говорим. А потом начинается практическая работа. Коллеги, очень здорово. Практическая работа. То есть вы тренируетесь работать не на своем домашнем компьютере, а тренируетесь на наших стендах. 32 академических часа вы приходите, ну, так это было все время, вы приходите к нам в центр, вы приходите в специальную лабораторию, там есть стендовые компьютеры, и вы учитесь на них выполнять действия, связанные с поддержанием работоспособности. Вы разбираете, собираете, ну, вообще говоря, сборка и разборка – это не самое, собственно, важное, что нужно уметь с точки зрения технического обслуживания и ремонта. Ведь техническое обслуживание и ремонт – это не только собрать, разобрать компьютер, крутить винты, извините, это не так уж сложно. Основное – это все-таки обеспечивать работоспособность, поэтому на многих лабораторных работах, которые там есть, а у вас будет, соответственно, семь совершенно разных лабораторных работ, которые вы будете проводить на совершенно разных компьютерах, на совершенно разных технических средствах, вы будете заниматься не только кручением винтов, но и действительно работой с техническими средствами не обязательно вынимать, вставлять и так далее. То есть это, на мой взгляд, достаточно интересные семь лабораторных работ, которые вы будете выполнять на нашем курсе. Ну, для кого это все предназначено, я уже, собственно, вам рассказал. Для домашнего пользователя, опытного пользователя, ну, как я сказал, что если это действительно опытный пользователь, или он может свой собственный компьютер поддерживать в рабочем состоянии, соответственно, он может работать и как специалист хелкдэск, как техник по обслуживанию компьютера, где-то в каких-то фирмах и поддерживать работоспособность компьютеров-сотрудников этих фирм. Какие навыки мы с вами здесь приобретаем, коллеги? Ну, вообще говоря, все вот эти сведения, которые вы сейчас здесь у меня видите в презентации, вы все это можете посмотреть и у нас на сайте, если посмотрите тему специалист хелкдэск, какие курсы относятся и чему вас там учат. Теперь следующий момент. Вот эту презентацию, которую я вам сейчас показываю, я вам могу предоставить. Я эту презентацию выложил на Яндекс.Диск. Я сейчас ссылочку на Яндекс.Диск вам отдам, и вы эту презентацию всегда сможете скачать и посмотреть. Вот, посмотрите, вот эта ссылка на Яндекс.Диск. Теперь самый главный вопрос, как мне в чате, где у меня здесь чат, и как я могу вам отправить эту ссылку. Коллеги, извините, новый интерфейс, я это окошко вижу в первый раз в жизни. Думаю, вот я нашел кнопочку чата. Замечательно. Сейчас я в чате эту ссылку вам отдам. Так, коллеги, скажите мне, пожалуйста, вот я чат отобразил на экране. Вы меня видите, слышите? Ссылку от меня получили? Да, Сергей, спасибо, все здорово. Я еще раз хочу как бы сказать, извиниться вот за тот форс-мажор, который у нас произошел в самом начале. К сожалению, бывает. К сожалению, бывает. Это все-таки действительно онлайн, это интернет. И я так понимаю, что почему-то вдруг владелец этого программного обеспечения Citrix вдруг решил на ходу поменять саму программу, интерфейс ее, и решил вот так вот на ходу старый интерфейс, мою программу старую отключить и подключиться к новому интерфейсу. Ну, это вопрос уже к Citrix. Хорошо, слава богу, у нас вроде бы все с вами сейчас заработало. Вот эту ссылочку, пожалуйста, я могу на всякий случай, знаете, ее проверить тоже, чтобы не обмануть вас, и что вы действительно по этой ссылке увидите нужную презентацию. Да, вот она, эта презентация, скачаете ее и посмотрите. Ну, и, соответственно, вот все эти слова, все эти описания курса, о котором мы с вами сейчас говорим, вы сможете там увидеть. Ну, еще раз повторюсь, все эти описания есть у нас на сайте в разделе специалист Helpdesk. Предварительная подготовка, которая для этого курса техобслуживания и ремонт требуется. Да, в общем-то, коллеги, никакой особой, особой предварительной подготовки не требуется, еще раз говорю. Ведь мы на этом курсе не готовим каких-то инженеров электроников, инженеров системотехников. Да, это действительно специалист уровня техника, но считается, что те, кто приходит на курс техобслуживания и ремонт, должны иметь предварительную подготовку, соответствующую подготовке, которая у нас в центре дается на курсе. Настройка компьютера от покупки и восстановления базовые возможности, я, собственно, уже называл вам эти два курса. Настройка компьютера от покупки и восстановления расширенные возможности, ну, или, соответственно, эквивалентная подготовка, которые... Не, коллеги, которые вы можете получать самостоятельно. Для редактирования презентации пароль вам не надо презентацию редактировать. Вам презентацию надо смотреть. Поэтому, когда вы будете ее открывать, у вас появится окошко, в котором вы выберете кнопочку режим. Только чтение. Это моя презентация. Вам ее редактировать не надо. Вам ее надо всего лишь навсего читать. Это вот я отвечаю на чат Андрея. Андрей, понятно, о чем говорю? Зачем вам ее редактировать? Ну, надеюсь, понятно. Так вот, ближайший курс техобслуживания и ремонта компьютера в нашем центре стартует от 6 числа следующего месяца, то есть в июле он стартует. Так, коллеги, ну, я, честно говоря, не могу вам четко сказать, как этот курс будет проходиться, как этот курс будет проводиться. Вообще говоря, вот последний раз я этот курс проводил, знаете, техобслуживание и ремонт компьютера, я этот курс проводил в онлайн-режиме. Ну, понятно, что теорию рассказывать в онлайне при помощи вебинара, это все очень просто, это все нормально. А как проходить практику? А практику тоже мы проводили в онлайн. То есть практика проводила следующего, вы знаете, такой интересный очень опыт. Ну, первая группа была вот такая, ну, пока все эти у нас самоизоляции, была такая группа, и работа проводилась на практике следующим образом. Вам привезли из центра стендовые компьютеры, и мы, по сути, все практические действия на реальной технике проводили. То есть это, вообще говоря, мало отличалось в итоге от того, что мы делали бы с вами, если бы вы приезжали и изучали этот курс у нас в центре, в специальной нашей лаборатории. В специальной нашей лаборатории. Курс проходил в режиме онлайн не было. Я не могу просто вам сказать, как этот курс будет проходить вот тот ближайший, который стартует 6 числа. Может быть, опять-таки, вот эта практика тоже будет проходить в режиме как бы онлайн. Ну, посмотрим, записывайтесь, и тогда все это мы с вами на практике уже увидим. Ну, как бы, как краткий путеводитель по тем курсам, которые входят в направление настройка и ремонт, ПК-специалист, хелп-деск. Ну, коллеги, как бы я вас познакомил вот с основным направлением, чем, собственно, этот курс занимается. И давайте немножечко все-таки поконкретнее поговорим. Вот, собственно, одна из тем, которые рассматриваются, обеспечение работоспособности жестких дисков. Мы на курсе на лабораторных работах действительно много жесткими дисками занимаемся и настраиваем дисковую подсистему, учимся правильно все это делать. Потому что дисковая подсистема современного персонального компьютера – это такая достаточно серьезная вещь. Ее надо уметь правильно настраивать, чтобы ваши диски были доступны для работы все, и причем работали правильно. Мы учимся работать с рейт-массивами и так далее. Ну и плюс, мы учимся, естественно, обеспечивать работоспособность и оценку состояния жесткого диска. Мы знакомимся с технологией смарт. Вот о технологии смарт жестких дисков я и хочу вам сейчас немножечко рассказать. Ну давайте вот такой пример. Мы включаем наш компьютер в какой-то очередной раз, и вместо того, чтобы у нас загрузился рабочий стол, чтобы мы получили возможность работать с операционной системой, у нас какие-то сообщения. Причем сообщения об ошибках появляются на экране. Вот на черном фоне у нас появляется сообщение. Здесь, посмотрите, такой компьютер с очень богатой дисковой подсистемой. Нам говорят, что какой-то жесткий диск… Коллеги, вы когда будете заниматься на курсе техобслуживания и ремонт, вы будете прекрасно понимать, что такое интерфейс SATA, что такое порт и так далее. Так вот нам будут говорить, что один из жестких дисков с точки зрения смарт имеет какие-то проблемы. Статус смарта – bad. Нам дальше задают вопрос. Ну а что делать-то дальше? Нажать на F1 для того, чтобы продолжать работу операционной системы. Коллеги, сообщение об ошибке, но это сообщение об ошибке не фатальное. Оно не приводит к неработоспособности нашей системы. Но мы знаем, технология смарт нам сообщила, что с нашим диском есть какие-то проблемы. Диск – это то устройство, которое хранит всю информацию, использующуюся нами для работы на компьютере. Эти данные, которые мы с вами храним, и вообще говоря, потери этой информации, потери данных, иногда оборачивается для пользователя невосполнимыми какими-то данными, невосполнимыми и нерешаемыми просто так проблемами. То есть это страшно. Потерять информацию на жестком диске, хранящуюся, это очень неприятно. Иногда это действительно фатально. Так вот нам говорят, что с жестким диском какие-то проблемы. Увидев вот это сообщение, мы это понимаем. Ну, можно вот в таком виде получить, например, сообщение. Это другой компьютер, это несколько другая версия биоса. Но нам говорят то же самое, что жесткий диск в состоянии смарта – BAT. И нам, видите, тут же дают рекомендацию. Сделайте, пожалуйста, резервную копию всего того, что на жестком диске хранится, и замените его. И опять-таки для продолжения работы нажимайте на клавишу F1. Так вот, что это такое смарт? Смарт – это технология, расшифровывается самомониторинг, анализ и составление отчетов о состоянии жесткого диска. То есть смарт – это технология, которая позволяет жесткому диску контролировать свои различные параметры, различные параметры работы жесткого диска. Сейчас, коллеги, одну секундочку. Ну, опять вот тут просто у меня, извините, такие некоторые проблемы с незнакомым интерфейсом новой программы. Так вот, технология смарт – это технология, которая позволяет жесткому диску самостоятельно проверять, контролировать свою работоспособность и в случае выявления каких-то проблем сообщать об этом пользователю. Знаете, жесткий диск – это одно из немногих устройств персонального компьютера, которые, вообще говоря, проводят мониторинг своего состояния и позволяют пользователю оценивать это состояние и, соответственно, делать выводы о дальнейшей работоспособности этого диска, а как он долго проживет, может быть, и, соответственно, предпринимать какие-то действия, чтобы не потерять информацию, хранящуюся на жестком диске. Так вот, это как раз технология смарт. Контролируются различные параметры жесткого диска самостоятельно жестким диском. Вот эти параметры, которые контролируют жесткий диск, называются атрибутами смарт. Сам жесткий диск показать вам состояние своих атрибутов не может. Для того, чтобы просматривать состояние контролируемых жестким диском параметров, нужно использовать специальные программы. Программы, которые отображают состояние смарт жесткого диска, состояние вот этих атрибутов. То есть для того, чтобы эта технология смарт работала, необходимо, чтобы встроенный контроллер жесткого диска, а современные все жесткие диски имеют блок электроники на борту, встроенный блок электроники, встроенный контроллер, Чтобы контроллер жесткого диска поддерживал технологию Smart, я вам хочу сказать, что все современные жесткие диски эту технологию поддерживают. И у пользователя должно быть специальное программное обеспечение, которое позволяет вот эти вот атрибуты Smart отображать. Таких программ, отображающих Smart жесткого диска, существует великое множество. Вот посмотрите, одна из таких программ очень хорошая. Программа, которая называется CrystalDiskInfo. Ее можно совершенно бесплатно скачать из интернета. Программу CrystalDiskInfo, причем она сейчас в интернете распространяется даже в портейбл-версии, не требующей, по сути, установки портейбл-версии. Вы просто развернете zip-архив и будете иметь готовый к работе исполняемый файл экзешник этой программы. И когда вы будете запускать эту программу, она вам будет показывать состояние атрибутов вашего жесткого диска. Вот, собственно, эти атрибуты здесь перечисляются. Ну, повторяю, таких программ много, я сейчас вам покажу. Собственно, уже реально они на слайде, эту программу. Теперь, собственно, посмотрите, каждый атрибут имеет идентификатор, имеет номер. Название атрибута, вот обратите внимание, здесь у меня как бы русскоязычный... ...выглядеть. А вот этот вот идентификатор, это атрибута, это уже весь стандартное. Это есть всегда. Пропал звук. Восстановился звук, коллеги? Да, спасибо. Не ваша вина, не моя вина. Это что-то у нас тут с интернетом происходит. Ну, хорошо, звук восстановился. Так вот, идентификатор, какую бы программу вы не использовали для просмотра атрибутов, и какой жесткий диск, от какой фирмы-изготовителя вы бы не просматривали, идентификатор, его номер будет всегда один и тот же. А вот названия могут несколько разниться. Так вот, атрибуты. В каждой строчке здесь отображается отдельный атрибут. Отдельный атрибут отображается. Значит, что здесь в каждой из этих строчек, о каждом конкретном атрибуте нам с вами сообщают? Текущее значение атрибута. Текущее значение атрибута, но это вот след за ID атрибута, это то значение, это, знаете, коллеги, это значение, ну, как говорят, в попугаях. То есть это непонятно, какое значение фирмы-изготовитель именно этим значением характеризует конкретное реальное состояние атрибута. Во время работы жесткого диска этот атрибут, это значение, текущее значение атрибута в попугаях, в величинах неизвестной размерности. Оно может меняться, может оставаться неизвенным и так далее. Обычно подход следующий, что для того, чтобы оценивать реальное состояние атрибута, надо этот атрибут, это значение связывать с атрибутом, который называется пороговое значение. Пороговое значение. Пороговое значение – это то значение атрибута, которое закладывается изготовителем жесткого диска в его контроллер. И если текущее значение начинает превышать пороговое, это значит, что соответствующий атрибут находится в ненормальном состоянии. То есть это значит, что по этому атрибуту есть какие-то проблемы. Но еще раз хочу сказать, что и текущее значение, и пороговое значение – это какие-то величины. Какие-то величины, ну, как я уже говорил, они, собственно, ну, не определяющими конкретное состояние атрибута, какие-то, ну, как попугаи говорят, величины неизвестной размерности. Что это за величина, что это конкретно знает только изготовитель. И это, эти две величины, они действительно используются только для сравнения. Наихудшее значение атрибута – это то значение, которое, ну, во время работы жесткого диска возникало и являлось самым-самым плохим. Наихудшее значение за всю жизнь винчестера. Но оно тоже измеряется вот в каких-то попугаях, в каких-то величинах неизвестной размерности. Что это такое, конкретно знает только изготовитель жесткого диска. И все эти циферки используются только для сравнения. Только для сравнения. Вот значение, которое указывается в столбике RAF. Вот это, собственно, самый интересный, самый важный атрибут. Это тот атрибут, который действительно указывает уже реальное значение. Либо это в шестнадцатеричной системе исчисления, либо в десятичной системе исчисления. Реальное состояние конкретного атрибута. Ну, коллеги, обо всем об этом, о чем я сейчас вам говорил, вот здесь вот у меня дальше в этой презенташечке написано. То есть вы, сравнивая все эти значения, можете определять, как бы прогнозировать дальнейшую работоспособность вашего взрослого диска. Ну, вот посмотрите, здесь у нас на слайдике я запустил программу CrystalDiskInfo и смотрю атрибуты какого-то конкретного жесткого диска. Это все на слайде. Давайте, может быть, сейчас вот так вот поближе к реальной жизни. Значит, что я имею в виду поближе к реальной жизни? У меня есть возможность сейчас по удаленному рабочему столу подключиться к другому компьютеру, который здесь вот рядышком со мной находится. Вот я сейчас по удаленному рабочему столу к другому компьютеру подключился, коллеги. И смотрите, я сейчас вот на этом другом компьютере буду запускать программу анализа, анализатор состояния SmartDisk, вот эту CrystalDiskInfo. Сейчас я ее запущу. Она у меня на этом компьютере есть. Вот CrystalDiskInfo, вот у меня есть Portable-версия. Я сейчас Portable-версию для 64-разрядной операционной системы запускаю. Вот такая, с одной стороны, достаточно простенькая, с другой стороны, такая очень симпатичная программа должна у меня сейчас заработать. Так. И вот она, она наконец запустилась. Значит, посмотрите, дисковая подсистема того компьютера к рабочему столу, у которого я сейчас по удаленной технологии подключился, она такая, достаточно мощная, разветвленная. Тут тоже есть, как бы, несколько жестких дисков. Здесь, в этой программе, смотрите, можно просматривать состояние смарта всех тех, кто жестких дисков, которые компьютер мой имеет. И вот, наконец, еще один жесткий диск. Смотрите, вот сюда. Состояние смарта плохое. Состояние смарта bad. Чем хороша программа? Она хороша тем, что, во-первых, я вижу все отслеживаемые атрибуты. И я вижу атрибут, посмотрите, перед идентификатором вот такая вот красная точка. Это значит, что именно по этому атрибуту считается, что диск находится в плохом состоянии. Коллеги, некоторые атрибуты, это действительно очень важные атрибуты. И они, как бы, сразу дают нам возможность сказать, что с этим диском все очень плохо. И действительно надо его, может быть, пока еще есть такая возможность заменить, но при этом предварительно перед заменой сделать, как бы, резервную копию всей информации, которая хранится на жестком диске. А есть атрибуты менее значимые. И даже если они будут находиться вот в таком уже состоянии неработоспособности, ну, может быть, можно оставить их в этом состоянии и никаких особых действий не предпринимать. Но вот такой пример, представьте себе, да? Количество отработанных жестким диском часов. Естественно, изготовитель жесткого диска. Коллеги, вы слышите меня сейчас? Скажите мне, пожалуйста. У нас есть с вами связь? Не отвалилось ничего? Хорошо, ну тогда я продолжаю. Вот, например, да, естественно, изготовитель жесткого диска определяет для него определенное количество часов, в течение которых он, как бы, гарантирует нам его нормальное состояние. И когда этот жесткий диск это определенное количество часов вырабатывает, то нам изготовитель говорит, что, ну, как бы, не гарантируем вам нормальную работоспособность этого жесткого диска. Так вот, мы с вами можем посмотреть, да и увидеть, что, например, количество отработанных жестким диском часов уже, как бы, превышает пороговое, заложенное изготовителем, значение, но при этом все остальные у нас атрибуты, все остальные параметры жесткого диска совершенно в замечательном состоянии находятся. Ну, что мы с вами скажем? Скажем, ну, нам повезло, у нас очень хороший жесткий диск и будем продолжать его нормально эксплуатировать. То есть, важность атрибута, значение какого-то конкретного атрибута на работоспособность, на дальнейшую работу диска, собственно, зависит от того, что это за атрибут. Ну, вот видим сейчас с вами атрибут с идентификатором 0.5, переназначенные сектора. Ну, как я уже говорил вам, да, давайте я сейчас это закрою, сейчас вернусь к презентажке. Вот, посмотрите, я здесь в презентации скриншот вот с этого жесткого диска, который сейчас вам реально показывал, сделал, вот переназначенные сектора. Так вот, я хочу сказать, что действительно есть определенный набор атрибутов, которые сразу прямо говорят о неполадках, и пользователю надо действительно задуматься серьезно о его замене. И, естественно, есть атрибуты, которые, как бы, ну, не очень сильно влияют на его дальнейшую нормальную работоспособность. Атрибуты, которые вызывают подозрения в неисправностях, ну, и есть атрибуты, которые вызывают подозрения у некоторых моделей, но которые не являются настолько важными, как первые атрибуты. Коллеги, вот эти все атрибуты, ну, понятное дело, вы можете со всеми этими атрибутами знакомиться, познакомившись поподробнее с технологией смарт, ну, например, получив информацию об этой технологии в интернете, погуглите, пожалуйста, вы увидите огромное количество статей, рассказывающих вам о смарте. И, естественно, будут перечисляться все атрибуты, поддерживаемые этой технологией, анализируемые, контролируемые этой технологией, и вам об этих атрибутах будут рассказывать, об их важности и так далее. Вот, посмотрите, действительно, один из самых важных атрибутов, говорящий о работоспособности жесткого диска, это количество переназначенных секторов. Современный жесткий диск – умнейшее устройство. Во время работы он постоянно контролирует свою поверхность и определяет, есть ли там нечитаемые, плохо читаемые, или же, соответственно, незаписываемые, или же плохо записываемые сектора. Если такие, коллеги, буду сейчас уже достаточно быстро говорить, да, и если вот такие сектора есть, современный жесткий диск может выполнить процедуру ремапа, может выполнить процедуру переназначения сектора. Изготовитель жесткого диска, когда делает жесткий диск? Он делает жесткий диск по объему большей, чем продается нам. И у него существуют вот такие специальные резервные области. Эти резервные области могут находиться, ну, вообще говоря, это всегда ноу-хау конкретного изготовителя жесткого диска. Резервная область диска может находиться где-то там кусочек в середине диска, или иногда в конце каждой дорожки жесткого диска вот такие резервные области резервируются. И жесткий диск современный, умный, он, когда обнаруживает вот эти вот сектора, плохо читаемые, производит процедуру переназначения. То есть он говорит, что сектор вот с таким-то номером, а мы помним с вами, да, что у каждого сектора жесткого диска есть свой собственный адрес, есть вот собственный номер. Сектор вот с таким-то номером, он как бы работает плохо, давайте будем использовать вместо него хороший пока сектор, который расположен в резервной области. И вот эту вот замену фиксируют в специальной табличке, в табличке дефектов жесткого диска, которая называется ЖЕ-лист. Так вот, количество переназначенных секторов, количество переназначенных секторов жесткого диска в данном случае уже слишком большое, то есть поверхность жесткого диска уже сильно изношена. И таких секторов переназначенных уже великое-великое множество. Причем, помните, я говорил, да, равзначение, вот это вот шестнадцатиричное значение, а сколько переназначенных секторов? Это в шестнадцатиричном виде, да? А давайте мы с вами сейчас в десятичном виде посмотрим, а сколько же там действительно таких переназначенных секторов? Вот это вот количество. Ну, сейчас я быстренько запускаю калькулятор. Калькулятор. 1-0-0-7 в шестнадцатиричном виде. Из обычного вида калькулятор переключаю, ну, лучше в программиста. Шестнадцатиричное число ввожу 1-0-0-7, а в десятичном виде это 4103 сектора. Коллеги, вот настолько изношена эта поверхность. 4103 сектора уже были переназначены. Почему, собственно, этот атрибут, почему этот атрибут, собственно, попал вот сюда вот слишком большое количество, уже давно превысившее, превысившее пороговое значение, определенное для этого жесткого диска, изготовителем его. И, естественно, мы с вами теперь, что должны делать? Поверхность изношена. И, естественно, для этого жесткого диска мы с вами должны в первую очередь быстренько сохранить всю важнейшую информацию, которая на нем хранится, сделать бэкап. Дальше мы с вами должны сделать следующий вывод. Этот жесткий диск уже не надо использовать для хранения какой-то важнейшей информации. Ну, понятно, его можно там использовать для хранения каких-то временных, не очень важных для пользователя файлов, каких-то важнейших для пользователя, не очень важных, извините, для пользователя файлов, но что-то очень важное, серьезное здесь хранить уже не надо. И мы с вами что еще-то, собственно, должны сделать? Ну, мы не стали, собственно, менять окончательно этот диск. Мы увидели, что в какой-то момент времени количество переназначенных секторов вот начинает вдруг увеличиваться. Мы через недельку запускаем ту же самую программу и мы с вами видим, что количество переназначенных секторов увеличивается. А это значит, у нас, знаете, такой необратимый процесс старения, выхода из строя поверхности жесткого диска. Все при увеличении с течением времени, причем короткое время промежуток между этими двумя замерами и этими двумя просмотрами мы с вами делаем, а число это изменяется достаточно серьезно. Все пошел необратимый процесс, поверхность стареет. Ну, тогда надо действительно этот жесткий диск менять. Коллеги, ну вот если так, совсем-совсем коротко, извините, что так достаточно может быть сумбурно, я сейчас вам обо всем об этом рассказывал, но это вот все связано с тем, что наш вебинар несколько задержался со своим стартом. Ну, в общем-то, все, что я вам собирался рассказать о технологии смарт, я вам рассказал. Коллеги, действительно, пожалуйста, используйте такие возможности и используйте, соответственно, эту технологию, чтобы предусмотреть, предугадать возможный выход из строя жесткого диска и, соответственно, да, Сергей, принудительно можно восстановить поверхность. Только смотрите, что мы сейчас с вами подразумеваем под принудительным восстановлением. Ну, давайте, раз такой вопрос возник, буквально очень коротко, но постараюсь на него ответить. Бэт-сектор. Вот я сейчас нарисую сектор жесткого диска. Господи, будешь ты включаться. Сектор жесткого диска. Сектор жесткого диска такая достаточно сложная структура. Здесь, в этом секторе, есть область адресных меток. Ну, помните, мы с вами говорили, что у каждого сектора есть адрес. Есть область сектора, где хранятся собственно данные. Есть область сектора, которая является контрольной суммой для тех данных, которые в сектор записаны. То есть, смотрите, как все это работает. Какая-то программа записывает сюда данные, приложение. У нас умный жесткий диск, на нем есть контроллер. Контроллер жесткого диска начинает работать и для этих данных создает контрольную сумму, здесь ее сохраняет. какая-то другая программа, какое-то другое приложение или та же самая программа читает информацию из этого сектора, контроллер работает, для считанной информации создает контрольную сумму и сравнивает ее с той, которая была записана. Если суммы совпадают, значит, все здорово, все замечательно, сектор работоспособен. А вот если эти суммы не совпадают, то тогда, собственно, и делается вывод, что сектор не работоспособен, работает плохо. Так вот, существуют бет-сектора логические, логические беты и есть бет-сектора физические. Физический бет, понятно, у нас, ну давайте, там какая-то царапинка, скол, старение магнитной поверхности и вот так восстановить уже ничего нельзя. Физический бет невосстановим. Восстановление физического бета это всего лишь навсего замена вот этого плохого сектора на хороший сектор, то есть проведение процедуры ремапа, замена его в резервную область. А если бет-логический, вот знаете, такой пример, самый простой, да, какая-то информация сюда записалась программой, контрольную сумму еще не успел просчитать контроллер, бац, и отключили нам питание. Что получается? Данные новые контрольные суммы старые, при этом, когда новая контрольная сумма будет рассчитываться, она никогда в жизни не совпадет со старой контрольной суммой. Всегда будет вот этот вот бет как бы отмечаться. Так вот, такие логические беты, это всего лишь совершенно нормальная физическая поверхность, но это всего лишь несовпадение контрольных сумм, такие логические беты можно лечить. Их можно лечить каким образом? Просто взять какую-то программу, которая вот сюда пропишет какую-то свою собственную там чаще всего абракадабру и под эту абракадабру подкорректирует контрольную сумму, таким образом восстанавливается работоспособность поверхности. Такие программы, проводящие вот такую вот работоспособность логических бедов, они тоже существуют. Кстати, приходите на курс техобслуживания и ремонт, и я вам одну из таких программ, причем самую-самую, наверное, мощную, самую широко распространенную и самую хорошую всех, которые есть. Программа, которая называется «Виктория». Я вам там покажу. Логические беды можно ремонтировать, физические, но это уже поверхность плохая. С физическим бедом ничего, кроме ремапа, сделать невозможно. Я не знаю, Сергей ответил на ваш вопрос? Ну, надеюсь, что ответил. Так вот, коллеги, ну давайте мы с вами на этом будем заканчивать наш с вами, наш сегодняшний семинар. Я надеюсь, что вот эта информация о технологии смарт вам пригодится и вы будете подобными программами типа вот CrystalDiskInfo пользоваться. Презентацию, адрес на Яндекс.Диск я вам отдал. Скачайте, почитайте ее, пожалуйста, чуть-чуть повнимательнее. Там все-все, ну, естественно, даже более подробно, чем я вам сейчас голосом здесь рассказывал, там все это есть. Все, пожалуйста, большующее вам спасибо за то, что вы дождались, пока мы исправим проблемы с семинаром нашим. Успехов всем вам и всего доброго. до свидания. Если вопросов нет, то я, с вашего позволения, трансляцию вебинара буду заканчивать. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok